Первое. Позаботиться о себе. И чтобы закрепить этот принцип, я расскажу вам еще один анекдот. Тоже один из моих любимых анекдотов. Про то, как одной женщины умер муж, и она пошла к священнику. У них остались дети, дом, большое хозяйство. Ну, она, конечно, пыталась делать все как положено, но чувствовала, что села ее уже на исходе, она уже начала срываться на детей, и пошла к священнику посоветоваться. Потому что это был какой-то очень мудрый человек, который не просто требовал молись и все пройдет, а еще говорил какие-то советы. У меня она пришла от него вдохновленная, какая-то крыльяная. С тех пор дела пошли лучше. Единственное, что дети заметили, что мама подобрела, стала с ними достаточно мягка, но в то же время строга. Но каждый вечер, примерно с девяти до полдесятого, мама уходит на кухню, закрывает дверь на ключ, оставляет ключ там и что-то делает на кухне. Шуршит, глянит, потом иногда бывает тишина. Конечно же, им было интересно, они, значит, стали ломиться каждый раз в дверь, но она их просто не пускала. А потом, через полчаса, открывает дверь, выходит, все хорошо. Как-то раз, видимо, она увлеклась и забыла, как следует, запереть дверь. Дети уже привыкли, что до мамы не достутишься, не допросишься, и кто-то, видимо, просто попривычу. Шел у него толком дверь, и дверь открылась. Он зашел, за ним зашли все остальные братья и сестры, и в изумлении уставились на свою маму. Она сидела за столом на кухне, пила чай и трескала шоколадные конфеты. Они были в шоке, пока наконец-то сказали, мама, что ты тут делаешь без нас? Что она им сказала? Быстро вышли все отсюда. Я сейчас сделаю вам хорошую маму.